Идея этого фестиваля зародилась в далеком 95-м году. Тогда в библиотеке имени Горького решили организовать мероприятие, которое могло бы познакомить рязанцев со всем многообразием региональной литературы. Реализовать эту идею удалось не сразу. В 11-м и 13-м годах прошел фестиваль региональной книги, а в статусе национального фестиваль «Читающий мир» открыл свои двери для гостей в третий раз. Он растет, он растет географически, он растет количественно. Видите, сегодня национальное многообразие здесь. И кроме того, у нашего фестиваля в этом году есть особенность в том, что он распространился на все муниципальные образования. И программа «Фестиваль муниципальных образований Хрязанской области» насчитывает более 200 мероприятий. Они посвящены творчеству различных писателей. Они посвящены проблеме продвижения книги и чтения. Они имеют самые разнообразные формы. Это гостиные, просто встречи, это литературные марафоны, литературно-экологические, какие-то другие. В общем, тут очень-очень большое разнообразие. Но, тем не менее, главной составляющей фестиваля остается выставка продажи книг со всей России и не только. Так, в этом году организаторами фестиваля была особо отмечена книга «Поэтический букет», в которой собраны стихи Сергея Есенина, переведенные на таджикский язык. «Эта книга переведена нашим великим поэтом, которого в 20 веке, покойным ныне, которую в 20 веке называли Амар-Хаям 20 века. Лоик Ширали – это величайший таджикский поэт. И он 52 года назад перевел книгу «Поэтический букет» Сергея Есенина, которая сделана на основе персидских мотивов Сергея Есенина. Он везде пишет, что ему до такой степени близок был Сергей Есенин, что многие таджики считают, и я в том числе, что в переводе, вот этот гулдасай-назм «Поэтический букет», в переводе на таджикский, для нас звучит даже более величественно, чем слова Сергея Есенина на русском. Ну, это зависит, наверное, от национального колорита». В этом году участие в фестивале «Национальные книги» приняло более ста издательств из 27 регионов страны. Свои книги представили здесь издательства из республики Саха, Сахалина, Орла, Рязани, Москвы. Издательство «Роща» из города Иваново принимает участие в фестивале уже в третий раз. В этом году они вновь представили полное собрание русских сказок 18-19 века. Среди них «Старая погодка на новый лад». Эта книга впервые была издана в 1794 году. И сегодня доподлинно известно, что она была в библиотеке Александра Пушкина. «Уже три книги несу с этого фестиваля, хотя еще не все прошла и просмотрела. Огромный ассортимент, причем на все вкусы, для всех интересов. И начинает забавно книжка для детей, мемуарная литература богатейшая». Фестиваль продлится до 7 октября в библиотеке имени Горького. И, как вы уже поняли, это прекрасная возможность пополнить свою библиотеку красивыми, безусловно полезными изданиями и приобщиться к читающему миру. Кроме того, в этом году издательство «Роща» представляет книги по культурно-исторической психологии, которые наверняка заинтересуют ученых и педагогов Рязани.